Мы приветствуем олимпийскую чемпионку летней полимпийской школы при Леониде Жанейро Елену Веснину! Олимпийскую чемпионку Елену Веснину встречали с песнями, флагами, плакатами и, конечно же, цветами родные, друзья и воспитанники теннисных школ города. Конечно, самые лучшие чувства сейчас, самые приятные, потому что прилетела домой и меня встречает весь город практически. Конечно же, это очень приятно. Я благодарю всех, кто нашел минуту своего времени и нарисовали плакаты с шариками, детьми, все такие счастливые и мне очень приятно на это смотреть. Олимпиада в Бразилии оставила печальный след у российских спортсменов. Поездка в Рио для Елены Весниной началась грустно. Ей пришлось просидеть 6 часов в аэропорту Монреали из-за отсутствия билетов. Но благодаря помощи друзей она все же добралась до Бразилии и удачно выступила на Олимпийских летних играх. Теннисистку постоянно поддерживал отец и тренер Сергей Веснин. Организация была не на самом высоком уровне, не более по сравнению с Сочинской Олимпиадой. Было очень много проблем и с транспортом, и с питанием, и с тренировками. Но для русских людей говорят, чем нам тяжелее, тем мы сильнее. Поэтому девочки справились. Сочинской теннисистке удалось взять золотую медаль в парном разряде. Вместе с Екатериной Макаровой Веснина сражалась в финале против Мартины Хингис и Тиме Бачински. Тасьянки обыграли швейцарок со счетом 6-4-6-4. Более чем полуторачасовой матч стал триумфальным в истории тенниса нашей страны. Лена, дорогая, мы все надеялись, мы все ждали, что эта победа придет. Мы знаем, сколько ты сил потратила на то, чтобы дойти до этой вершины. Это наш общий сочинский успех, потому что Сочи – лучший город на земле. Это теннисная столица России. Ура! Это первый подобный успех с 2000 года. Тогда, напомню, на Олимпиаде в Сиднее олимпийским чемпионом в одиночном разряде стал сочинец Евгений Кафельников. Игровой сезон у сочинской теннисистки продолжается. Веснино ждет серия турниров в Китае, Кубок Кремля и итоговый чемпионат в Сингапуре.